Йо-йо, всем здорова, всем привет! Для тех, кто не знает, меня зовут Андрей Рыжов. Я некогда профессиональный скейтбордист из Украины, город Одесса. В 2012-2013 году перебрался в Барселону, где и живу по сей день. Решил запустить серию видеороликов, где я якобы буду готовиться к Олимпиаде. И хотел с вами поделиться всем процессом. Почему я решил запустить видео? Да, потому что я катаюсь уже 19 лет, и мне сейчас будет 31. Грубо говоря, это пенсионный возраст скейтбордиста, то есть практически 20 лет на скейте, все болит. Кататься все тяжелее и тяжелее, плюс молодежь очень-очень быстро развивается и обгоняет тебя с невероятной скоростью. То есть, если мы говорим о скейтбординге как о олимпийском виде спорта, то есть это соревнования и так далее, то шансов все меньше и меньше становится. И я подумал, есть два варианта. Первый вариант, можно просто уйти красиво, как бы, ну, все уже сделано, трюков на снято, отснято, контесты много уже повыигрывал. Ну, как бы, все, что еще надо, типа, отдыхай, работай, зарабатывай деньги и живи спокойно с женой и, как бы, семьей, эти дела. Но есть и второй вариант, можно собраться и, как бы, запрыгнуть в этот последний поезд. Почему последний поезд? Потому что, опять же, мне 31 год, к следующей олимпиаде мне будет 34. После 34, как бы, есть варианты кататься дальше, но для этого нужно, во-первых, заниматься этим профессионально каждый день. Это уже не хобби, это твоя профессия. А, во-вторых, нужно следить за своим здоровьем, за своим телом. Это правильное питание, это походы к физиотерапевтам, залы и так далее. То есть, это работа над своим телом и здоровьем. Это очень тяжело, и, опять же, этому нужно уделять все свое время, так же, как и катанию. Поэтому можно, но тяжело, и при этом, как бы, еще и деньги нужно зарабатывать, как бы, жить. Поэтому я решил, грубо говоря, прыгнуть в этот последний поезд и сделать себе такое испытание. Смогу ли я, смогу ли я пройти хоть куда-то, хоть что-то? Для этого первым делом нам нужно начать, назовем их так, тренировки, заново кататься, заново вспоминать все трюки, стабилизировать свое катание и делать трюки более сложнее, чем я делал их раньше. То есть, это флип-ин, флип-ауты, это радиусы и так далее. Потому что радиусы – это неотъемлемая часть в скейт-парке. Лучше использовать радиусы, нежели брать в руку доску и бежать куда-то от одной фигуры к другой. Заранее извиняюсь за качество, я решил быстренько записать такое вступление. Идея не в качестве, а идея показать путь этот от человека, который, бывшего профессионального скейтбордиста, который приостановил профессиональную деятельность и стал заниматься скейтбордингом более как хобби, более как в свое удовольствие трючки поснимать на инстаграмчике к уже олимпийскому, грубо говоря, олимпийскому спортсмену. Не знаю, все еще не могу называть это олимпиадой, олимпийцей. Ну вот, к олимпийскому спортсмену. То есть, с низов до вершин. Посмотрим, что из этого получится, не знаю, это все очень странно. Но, если я не попробую, я буду потом жалеть всю жизнь. Поэтому, ребята, добро пожаловать. Подписывайтесь, лайкайте, распространяйте, распространяйте. Видео, поддержите меня, мне будет очень приятно. И я надеюсь, вам будет очень интересно смотреть и тоже из этого брать какие-то ошибки или какие-то моменты важные, которые тоже вам помогут, будучи профессиональным скейтбордистом, вам помогут попасть на олимпиаду. Или хотя бы выиграть местный контест. Все, ребята, увидимся уже в скейтпарке.